В соответствии с деньгами бюджетными, которые выделяются на проектирование и строительство инженерных коммуникаций, было принято решение о реконструкции Матиновского коллектора. Были выделены средства, определён в результате конкурса проектировщик, центр города проект, начатые проектные работы, но в результате параметров расчёта была проведена, выявлена техническая ошибка по протяжённости, и протяжённость Матиновского коллектора уменьшена на 250 метров. Ошибка техническая была за водоканалом севастопольским, и по результатам этой ошибки проектная часть уменьшилась на 250 метров. Матиновский коллектор состоит из двух частей. Это первая часть напорного коллектора, два диаметра по 600, прокладывается открытым способом до водонапорной КНСК, инстанционная напорная станция. Второй участок 2х60, 2х600 диаметра прокладывается на протяжении 500 метров открытым способом до станции гашения, когда у нас переходит напорная канализация до станции гашения, потом он самодёком уходит дальше. Проектная документация сейчас разрабатывается. Предположительно, что мы его получим в конце августа и в сентябре на выйти на публичные слушания. Где-то 12 сентября мы предлагаем сделать публичные слушания. Что из себя представляет проект? Проект планировки. Это документация по определению технической зоны, коридора, которая будет определена в красных линиях и постановление правительства будет утверждено в параметрах красных линий. Красные линии будут поставлены на кадастр и определятся зоны, где проходит территория. Межевание земельных участков определит собственников или иных структур, которые попадают в зону прохождения коллектора с последующим выкупом земельных участков и переводят из категории в категорию. В целом, проект небольшой, но по значимости для города он очень значен.